Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Коротко о главных темах выпуска. Выборы состоялись. В губернии решилась судьба более трех тысяч мандатов. В взрывно-химическом заводе Тольетти Каучук есть погибший. 95 тысяч человек, более 7 тысяч единиц военной техники. Самые масштабные военные учения за этот год развернулись в Центральном военном округе. 13 сентября в России состоялся единый день голосования, охвативший десятки миллионов избирателей. И почти все регионы, от Дальнего Востока до Калининграда, в том числе и Самарскую область. В губернии решалась судьба более трех тысяч мандатов, в Самаре – 284. В столице региона впервые за последние четверть века выбирали депутатов в районные советы. Эта избирательная кампания стала очередным этапом реформы местного самоуправления. В ней приняли участие рекордное число кандидатов. И потому, несмотря на то, что территориальные избиркомы работали в круглосуточном режиме, еще не все голоса подсчитаны. Впрочем, расстановка сил уже понятна. По последним данным избиркома, лидирует партия «Единая Россия» с результатом более 66%. КПРФ на второй строчке ей удалось набрать почти 15%. На третьем месте партия «Справедливая Россия» у нее почти 7%. На четвертом – ЛДПР с 5%. Остальные непарламентские партии не преодолели минимальный порог. Что касается явки, на данный момент, по сведениям обл. избиркома по Самаре, она составила свыше 30%. По области же проголосовали почти 45% избирателей. Серьезных нарушений на выборах зафиксировано не было. А это значит, что выборы депутатов в районные советы признаны состоявшимися. Этой ночью свою оценку прошедшим выборам дал губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Тезисы главы региона записала Марина Кравцова. Выборы в местные органы власти продемонстрировали значительный шаг вперед и по части организаций, и в плане активности жителей, считает глава региона. Явка на этих выборах оказалась на 50% выше, чем та, что была два года назад на выборах депутатов Гордумы в Тольятти. Губернатор отметил, процент проголосовавших в Самарской области выше, чем в других регионах страны. Если брать сейчас сравнить по стране, мы видим губернаторские выборы на уровне где-то 27-35% большинство регионов с такими результатами. Там, где избирали губернаторов, а там, где избирали ЗАГС собраний. Если идти по этой схеме, город и село у нас, то у нас результат в полтора раза больше, чем у других регионов. По данным Экзитпулов, существенным отрывом лидирует партия «Единая Россия». Мы ожидаем, что «Единая Россия» наберет больше 70%, больше 70% в целом по области. И это результат будет такой, которого, естественно, никогда в истории не было, и он может оказаться одним из лучших, если не лучший в стране. В Самаре и почти по всей области в районы и советы войдут представители всех четырех парламентских партий, что Николай Меркушкин тоже оценивает как плюс. Мы были заинтересованы и до выборов, и сейчас, и впоследствии, чтобы парламентские партии были представлены. Были представлены и на районном уровне, и максимально представлены и на городском уровне. В целом выборы прошли спокойно, рассказал губернатор, но не обошлось без провокаций. С 20 часов и до закрытия участков у наблюдателей от «Единой России» и КПРФ были блокированы телефоны. В Кировском районе и у администрации, и у всех наблюдателей от партии «Единая Россия», и у всех ответственных полностью блокирована была связь. Шли потоком звонки, нескончаемые звонки с разных стран, с разных территорий. Это частично имелось в других районах, и это применялось в том числе не только против кандидатов «Единой России», это применялось и против кандидатов от КПРФ. Представители власти сразу же обратились в ФСБ, чтобы разобраться в ситуации. На результаты голосования эти провокации не повлияли. Марина Кравцова, Алексей Золотенков, События. Губернатор Николай Меркушкин принял участие в совещании, проходившем в режиме видеоконференции, посвященном проведению Чемпионата мира по футболу 2018. Обращаясь к главе региону, первый зампред правительства России Игорь Шувалов в первую очередь поздравил его с успешно проведенными выборами в органы местного самоуправления. После чего разговор пошел о подготовительных мероприятиях к Мундиалю. Работы ведутся в штатном режиме. Футбольный стадион в районе радиоцентра строится по графику. Готовится транспортная инфраструктура. В феврале открылся новый терминал аэропорта Курумыч, рассказал губернатор. Особое внимание Николай Меркушкин обратил на необходимость реконструкции исторического центра Самары. Именно здесь в 2018 году будут проходить гостевые маршруты. Разместится основная часть болельщиков и фан-зона. С учетом того, что старый центр города необходимо привести в порядок, в этом направлении предстоят серьезные финансовые вложения. Игорь Шувалов обратил внимание на то, что в центре Самары располагаются здания, где размещаются органы федеральной власти, госучреждения и офисы госкомпаний. Надо обязательно подключить их к работе по приведению в порядок исторического центра, порекомендовал Игорь Шувалов. Первый вице-премьер пообещал помочь в этом вопросе. Фасады привести в порядок, иначе имиджево составляющая, красивая историческая часть очень. Вот эта часть до конца не отработана. Где будет основная часть болельщиков, будет в том числе фан-зона. В Центральном военном округе страны стартовали самые масштабные в этом году учения «Центр-2015». Это завершающий этап оперативной и боевой подготовки Вооруженных сил России. В учениях примут участие около 95 тысяч человек, более 7 тысяч единиц вооружения и военной техники. В рамках учений военный комиссариат Самарской области сформировал резервную дивизию территориальной обороны, в которую в том числе вошли и полторы тысячи военнослужащих запаса. Около недели они провели на сборах в поселке Рощинский. Резервисты ознакомились с новыми образцами вооружения и военной техники. С ними провели занятия по вождению боевых машин, тактической, специальной и огневой подготовке. При выполнении стрельб многие командиры с войск были даже поражены тем, как ребята стреляют. Гранатометчики в удалении 600 метров поражали бронированные цели. Эта дивизия, я считаю, готова к выполнению боевых задач. Один человек погиб, двое пострадали в результате мощного взрыва на химическом заводе Тольятти-Каучук. ЧП произошло рано утром. По данным спасателей, взрыв прогремел в здании операторной. Строение частично обрушилось, после чего начался сильный пожар. Его площадь составила около 80 квадратных метров. На место ЧП выехали спасатели. Когда огонь был потушен, под завалами из-под груды кирпича и бетона извлекли тело 37-летнего сотрудника предприятия. Он погиб при взрыве. Сейчас решается вопрос о выплате его родственникам компенсации. Основные технологические установки предприятия не пострадали. Ущерба окружающей среде нет. Причины происшествия расследует специально созданная комиссия. Работа предприятия временно приостановлена. Полицейские задержали 34-летнего жителя Сызрани. Его подозревают в избиении пенсионерки. Инцидент произошел средь бела дня в одном из супермаркетов. Эти кадры, снятые камерой видеонаблюдения, уже стали лидерами просмотров в интернете. На записи видно, как на кассе за покупки расплачивается молодой человек. В какой-то момент, без каких-либо причин, он разворачивается и наносит удар в лицо рядом стоящей женщине. После чего скрывается. После опроса свидетелей удалось установить его личность. Он является постоянным клиентом магазина и проживает неподалеку. Задержать его удалось спустя несколько дней. Данное происшествие меня, как гражданина, возмутило. Потому как ощущение этого преступления, это все равно, что ударили твою собственную мать. И, несомненно, за это наступят последствия. Убежден, в течение трех недель это дело будет направлено в суд. Самара отметила День города. Праздничное настроение царило во всех районах столицы региона. На набережной развернулось сразу несколько площадок на любой вкус и цвет. Марина Матвейшина провела день вместе с горожанами и побывала на всех площадках набережной. Невероятный драйв и энергетик. Это фестиваль молодежной культуры и спорта «Старт». Он развернулся на набережной отречного порта до красноармейского спуска. В этом году он обещает стать самым массовым за все время проведения. Танцевальные баттлы, воркаут, паркур, алтимат фризби, скейтбординг – все, чем увлекается сегодняшняя молодежь. Буквально на каждом сантиметре старой набережной происходит шоу. Я вообще так и начал недавно ходить на танцы. Я так и на руках пока могу немножко стоять. «Стартфест» стал той площадкой, где молодежь могла показать себя и научиться новому. Мы вводим новое направление, такое как инновации, это современные технологии. Да бы пора уже молодежь знакомить и с наукой, и инновациями вот так. Пройдя дальше по набережной, самарцы окунались в лиричную атмосферу. О Самаре в стихах и прозе на полевом спуске набережной открылась литературная гостиная. И это настоящее поэтическое шоу. Дети и взрослые соревнуются, кто красивее и изобретательнее признается в любви Самаре. Эта песня, как молитва, охраняет город мой. И лазурных волн по литрах дарит радость и покой. Кульминацией праздника – концерт на набережной Улади, на сцене хор Турецкого. Мы по всей земле кочуем, на погоду не глядим. Не придется, заночуем, что придется, поедим. Праздник песни – новая программа коллектива. Мы особо подбирали репертуар. Мы должны сегодня зажечь в этом городе настоящее пламя страсти и любви к искусству, пламя дружбы, пламя интереса к родной природе и к нашей родине. С днем рождения города Самарцев поздравил и глава администрации. Возвращаются детские сады в муниципальную собственность. Строятся новые дороги. Развиваются спортивные сооружения. Это все то, чем мы по праву можем гордиться. Марина Матвеична, Артем Сулайманов, События. 13 сентября стал важным днем и для жителей микрорайона Кошелев. Ровно пять лет назад в трехэтажные дома въехали первые жильцы. Юлия Черняева поздравила кошелевцев с их первым юбилеем. Микрорайон Кошелев по численности населения вполне может считаться небольшим, но весьма уютным городом. За пять лет стройки почти 50 тысяч самарцев заехали в новые квартиры. Праздник в честь первого юбилея продолжался весь день. Днем десятки развлекательных площадок, детский городок, байк-шоу, парад колясок и, конечно, традиционный конкурс на лучшее украшение балкона. Ну а вечерняя шоу-программа собрала более 70 тысяч самарцев со всего города. Таких праздников, я думаю, нигде в Самаре никто не делает. Особенно каждое. Мы каждые праздники здесь отмечаем. Любые масли, ничего бы ни было. И отмечаем очень круто. Свой первый день рождения микрорайон Кошелев отмечает весело и масштабно. Такое ощущение, что здесь собрался весь город. Ярмарка, призы, игры, конкурсы и невероятная шоу-программа. Поздравить именинников приехали знаменитые гости. Это группа Нана и Полина Гагарина. Со сцены было зачитано поздравление министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаила Меня. В адрес дали, цитата, одного из лучших микрорайонов России. Ну а самого Владимира Кошелева горожане встретили овациями. Дальше мы будем расти, развиваться. Мы любим вас. Огромное вам спасибо. И всех с праздником. С днём рождения, Кошелев! Юлия Чернеева, Максим Гусев. События. В Самаре появился первый памятник женщине-матери. Его установили в сквере Родина, ко дню города. В том, что хрупкая женщина может быть сильной, убедилась Марина Матвейшина. Только что женщина получила известие о гибели сына на фронте. Хочется закричать, но она просто закрывает рот рукой. Жизнь продолжается, надо поднимать страну, строить заводы, расти детей. Историю женщины-матери в бронзе рассказали Николай Куклев и Кристина Цибер. На самом деле это очень хрупкая женщина, очень изящная. И на ней вот эти рубленные формы – это уже практически доспех. То есть это её, ну как ситуация облачила вот в эти доспехи. И вот этот ангел, который стоит, это дух как бы того подвига, который они совершали. Это такой индустриальный, не стройка, фермы вот эти строительные. И в то же время это как бы дух женщины, которые смогли всё это сделать. Памятник установили в сквере Родина не случайно. Именно здесь, на Безымянке, в годы войны работали на заводах женщины. Они обеспечивали фронт всем необходимым для победы. При этом домашние и материнские обязанности с них никто не снимал. Идею установить в Самаре памятник всем матерям предложил спикер Гордумы Александр Фетисов. Мама – это у нас самое святое. Это человек, который любит своего ребёнка всегда, при всех обстоятельствах. При всех обстоятельствах его прощает и ждёт. Как будет выглядеть памятник, выбирали всем городом. На суд самарцам представили несколько вариантов. В итоге горожане выбрали именно такой образ – трогательной женщины, не сломленной горестной судьбой и сохранившей присутствие духа. Марина Матвейшина, Артём Сулайманов, События. Футбольный турнир «Крылья мечты» стартовал в Самаре. Более тысячи семилетних мальчишек покажут, на что способны на футбольном поле. На самом первом матче побывал и наш корреспондент. Ловкость, меткость и быстрые ноги – далеко не все таланты, которыми должен обладать настоящий футболист. Юные спортсмены на собственном опыте убеждаются – футбол – настоящая тренировка мозга. Нужно давать пасы, играть вместе. Ну, говорят, пас – обманные маневры, можно пасовать. Второклассники из 150 самарских школ сформировали команды и сражаются за звание самых сильных, ловких, умелых. Турнир «Крылья мечты» стартовал в Самаре во второй раз. В ходе этой игры образуются и такие школьные коллективы, упрощается дружба, взаимопонимание между мальчишками. Завтра, я уверен, многих из них мы увидим уже на международной арене, на всероссийской арене, профессиональных клубов. Но вот благодаря таким турнирам, я считаю, мы сможем достичь каких-то весомых результатов в области спорта. Попасть в большой футбол реально. За игрой на поле наблюдают не только болельщики, но и профессиональные тренеры клуба «Крылья советов». Самых талантливых мальчишек они берут на заметку. Победителей турнира определят через месяц. Финальный матч пройдет на стадионе «Металлург». Марина Матвеевшина, Станислав Левин. События. А сейчас новости экономики. И хоть клиенты открывают счет первыми, выигрывают, как правило, в итоге все-таки банки. Однако банку «Адмиралтейский», имеющему отделение в Самаре, не повезло. Центробанк отозвал у него лицензию в связи с неисполнением кредитной организации, федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. В связи с этим агентство по страхованию вкладов сообщает о наступлении страхового случая в отношении самарского офиса банка «Адмиралтейский». Поскольку банк является участником системы обязательного страхования вкладов, то частным лицам, имеющим вклады до 1 миллиона 400 тысяч рублей, компенсация будет выплачена в полном объеме. Выплаты начнутся не позднее 25 сентября. На прошлой неделе в большинстве муниципалитетов губернии продолжился рост цен на бензин, сообщает областное Министерство экономического развития, инвестиций и торговли. Цены увеличились в диапазоне от 10 до 70 копеек за литр 92-го и от 20 до 30 копеек за литр 95-го. Удивительно, но в некоторых районах подешевело дизельное топливо. Российский фондовый рынок открылся ростом по отношению к основной торговой сессии пятницы. Индекс ММВБ вырос до отметки 1724 пункта. Среди лидеров роста – Мосбиржа, ФосАгро, Полюс Золото, акции Ростелекома, Новотека и Фармстандарта. Лидеры падения – Мечел, НЛ Россия, Акрон, Преф и Башнефти и Транснефти и акции Распадской. Старт торгов на российском рынке происходит на фоне позитивного закрытия американского рынка. Между тем, в азиатском регионе отмечена негативная динамика. Курс доллара на 15 сентября – 67,95 рубля, курс евро – 77,13 рубля, золото стоит 2420 рубля за грамм, серебро стоит 31,53 рубля за грамм. Цена нефти марки Brent – 48,41 доллара за баррель. А теперь сюжет на правах рекламы. Проверен доверием. Так позиционирует себя Ринвестбанк. На улице Галактионовская, 106А, открылся его первый самарский офис. Волнительный момент, но мы справились. Ринвестбанк – это самостоятельный региональный банк. Работает как с физическими, так и с юридическими лицами. 15 филиалов в четырех городах России – Рязань, Москва, Тула, Курск. Самара стала пятой в этом списке. Мы всегда рады тем клиентам, которые приходят к нам новые, в новых регионах, которые мы открываем на сегодняшний день в тяжелой экономической ситуации. Но мы считаем, что это новый этап развития для банка, когда он утверждается как региональный банк. Мы понимаем, что мы оказываем большую часть услуг корпоративным клиентам. Это наша основная задача – развивать малый и средний бизнес. Одно из приоритетных направлений банка – предоставление услуг малому и среднему бизнесу. Юридическим лицам предлагают расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, депозиты, банковские гарантии, а также зарплатные проекты и корпоративные карты. Слоган «Ренвестбанка» проверено доверием. В выборе банка для меня самое важное – это доверительное отношение. То, что тот человек, который руководит, возглавляет банк. Его профессионализм, опыт, репутация. Открытие филиала в Самаре совпало с юбилеем. «Ренвестбанк» уже 20 лет работает на банковском рынке. Он основан в Рязани, где и находится головной офис. Это были все новости экономики. Удачи в делах. Гоночная «Лада» – бронзовый призер японского этапа чемпионата мира. Хоккейная «Лада» занимает последнее место на востоке КХЛ. Баскетболистки «Политех» одержали третью победу в Кубке России. Третий матч и третья победа в Кубке России Самарского «Политеха». Женская команда уверенно расправилась с Ростоум-на-Дону. Итог встречи – 78-54 в пользу самарчанок. Ранее «Политех» обыграл «Пензенскую юность» в 87-53 и разгромил «Саратовскую викторию» в 97-29. С шестью очками в активе «Политех» занимает первое место в группе «Г». Очередной матч чемпионата континентальной хоккейной лиги «Лада» сыграла неудачно. Со счетом 2-1 автозаводцы уступили Ханты-Мансийской «Югре». Хотя начало было за тольяттинской командой. В дебюте встречи Денис Гурьянов не реализовал выход 1-1. Потом «Лада» сдержала натиск «Мамонтов», играя в меньшинстве. Трое против пятерых. Тем не менее «Югра» сумела распечатать ворота соперника. Первый отличился Игорь Волков, удвоил преимущество Никита Гусев. «Ладовец» Александр Бумагин отквитал лишь одну шайбу. В итоге «Лада» занимает последнее место на востоке КХЛ, лидер «Омский авангард». В западной конференции на первом месте столичный ЦСКА. Девятый этап чемпионата мира по автогонкам в Японии принес очередной подиум «Тольяттинской ладе». Третье место завоевал британский пилот команды, чемпион 2012 года Роб Хафф. Стартовав с 13-го места, англичанин прорвался в лидера пилотона, оставив на заднем бампере «Ситроэн» Себастьяна Леба и «Хонду» Габриэле Тарквини. Это уже второй успех «Лады» в этом сезоне. В Москве в июне Роб Хафф финишировал на второй позиции. Впереди китайский этап чемпионата мира. Тупин жителям третьей просеки, а также микрорайонов «Крутые ключи» и «Шведская слобода». Настройте саморогиз в кабельной сети EGS Telecom на частоте 255 и 25 МГц. Или установите автоматическую настройку каналов в базовом и расширенном пакетах. Все вам доброго и до встречи! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА